Спасибо большое. Всем спасибо за то, что вы пришли, проявляете свое неравнодушие к нынешним проблемам. Я живу в Марфино больше 20 лет, и Марфино всегда был, ну по крайней мере эта часть Марфина, которая сейчас у меня за спиной, она всегда была малоэтажным, тихим, спокойным, зеленым районом. И что же происходит у нас сейчас? У нас, вы видите опять же за моей спиной, пятиэтажные корпуса, пока еще стоящие, бывшей гостиницы Останкино. Они находятся по заключению, собственно по замерам, по заключению экспертов главного ботанического сада в 87 метрах от здания новой фондовой оранжереи, которая находится как раз за вашими спинами. И сейчас здесь происходит фактически градостроительное преступление, потому что в ГПЗУ градостроительный план земельного участка, который был выпущен на этот участок, были допущены, ну я пока не могу сказать, что это была ошибка, либо коррупционное преступление, но была допущена следующая ситуация. Участок гостиницы Останкино находится в зоне ограничений объекта охраны культурного наследия. Я даже могу зачитать. Это постановление 026А, утвержденное постановлением правительства Москвы от 6 сентября 2005 года. И согласно этому постановлению, здесь нельзя строить здание выше, чем 8-10 этажей, потому что это зона охраны объекта культурного наследия, усадьба Останкино, в которую входит ботанический сад, в которую входит ВДНХ и в которую входит парк Останкино. Соответственно, в ГПЗУ в одном месте, где указаны про эти зоны ограничений, 8-10 этажей было внесено, но в итоговой таблице никакого ограничения по высоте не попало. В результате застройщик создал и согласовал проект, который подразумевает строительство 4 корпусов по 32 этажа каждый. Они будут стоять вот на месте этой кирпичной постройки. Надо сказать, те, кто живет не в Марфино, могут не знать о том, что по другую сторону от гостиницы Останкино находится производственная территория ботанического сада, на которой идет селекционная работа, и фактически там сортовые растения, проводятся точно так же научные эксперименты. Уже отмечали, что ботанический сад это не только место для прогулок, как мы любим это делать, но это еще и база научных всевозможных изысканий, научной серьезной селекционной работы. И по сути дела, те 32 этажа, 4 здания по 32 этажа, которые собирается строить застройщик, одно время дня будут отбрасывать тень на новую фондовую оранжерею, которая, как вы видите, целиком стеклянная. А другую половину дня они будут отбрасывать тень на производственную территорию ботанического сада. Фактически это двойное убийство. И мы живем в Марфино, мы каждый день здесь ходим, в том числе и по вечерам. Я вам могу ответственно сказать, и это было зафиксировано фотографиями жителей близлежащих домов, что в новой фондовой оранжере нет подсветки. То есть вечерами, особенно зимними вечерами, она полностью темная. То есть уже сейчас растения себя чувствуют далеко не идеально. Если это все будет закрыто тенью, то есть будет нарушена инсоляция, то фактически растения ждет медленная смерть. Их невозможно перенести, к сожалению, в какое-либо другое место, потому что они растут в грунте уже достаточно давно. Но взрослые растения, если вы посмотрите, некоторые из них уже достигают высоты практически потолка. Их невозможно пересадить. Они фактически будут умирать здесь. И я считаю, то есть эта коллекция действительно... У нас есть заключение экспертов главного ботанического сада, кстати говоря, за подписью нынешнего директора Упелнека, которая была сделана перед публичными слушаниями в 2019 году. Тогда они дали свое заключение за официальной подписью. И это заключение даже вошло в официальный протокол публичных слушаний по поводу изменения правила землепользования и застройки. Но почему-то в дальней... Да, в этом заключении было сказано черным по белому, оно у меня есть, всем желающим могу его потом предоставить, что высотное строительство будет наносить ущерб фактически тем растениям, которые попадают в зону инсоляции. Тем не менее, это никого абсолютно не тронуло, и застройщик, как я уже говорила, согласовал свои 32 этажа. Я не знаю, благодаря чему и что происходило между руководством застройщика и руководством главного ботанического сада, но фактически главный ботанический сад отказался бороться за новые фондовые оранжереи и за свою производственную территорию. Жители Марфина не отказались от этого. Мы собрали 830 подписей по поводу этой ситуации, отправили их в администрацию президента. Мы подали иск в суд, соответственно, вы можете отслеживать ситуацию. Мы требуем, чтобы застройка была гораздо менее этажной, чтобы она учитывала те требования, которые есть изначально в ГПЗУ и которые прописаны в постановлении правительства Москвы. Не мы придумали это ограничение. Оно официально существует, просто почему-то никто им не руководствуется. Мы встречались с представителями застройщика, и он нам сказал, что почему-то в этом случае они руководствуются Городостроительным кодексом Российской Федерации, в котором нет такого понятия, как зона охраны объекта культурного наследия. А вот Городостроительный кодекс Москвы обязан это учитывать. И здесь была проведена негосударственная экспертиза. У нас получается ситуация двойных стандартов. То есть когда, фактически не знаю, кто это организует все, когда проходили публичные слушания, в них принимали участие по Городостроительному кодексу Москвы люди, в том числе и работающие на территории Марфина. Это жилищник, это школы, это поликлиники, это административно-зависимые люди, к сожалению, которые голосуют так, как им скажет руководство. А вот когда они согласовывают строительство высотных зданий, они это делают по Городостроительному кодексу уже России. Сюрприз. То есть почему-то в одних и тех же случаях у нас действует то законодательство Российской Федерации, то законодательство Москвы. Совершенно непонятно. Давайте определимся, все-таки какой именно вариант кодекса Городостроительного должен действовать на территории города Москвы. Потому что так нельзя. Так получается, что закон, что вышло куда, повернул туда и вышло. Еще раз, позиция жителей Марфина, и мы продолжаем ее отстаивать, мы это делаем в суде, мы это делаем с помощью обращений многочисленных и так далее, начиная с 2019 года. Позиция жителей Марфина заключается в том, что это многоэтажное строительство будет наносить серьезный ущерб и грозит фактически полному уничтожению растениям как новой фондовой оранжереи, так и питомника. Мы требуем снижения этажности. И, конечно, мы все очень переживаем за ботанический сад, за расширение ботанической улицы. Фактически, вы видите здесь вот эти защитные деревья, которые помогают защищать те коллекционные растения, которые находятся уже на территории ботанического сада, от пыли, которая идет от ботанической улицы. В том случае, если там расширяется движение, то, по сути дела, выхлопных газов будет гораздо больше. Они будут на 7 метров ближе к сортовым коллекциям. И, естественно, это также будет наносить ущерб даже тем прекрасным цветущим растениям, которые вы видите сейчас перед собой. Вот оглянитесь вокруг просто, какая здесь сейчас красота. Этой красоты скоро может уже не оказаться. Спасибо всем, кто пришел. И очень надеемся на вашу поддержку в защиту ботанического сада. Спасибо.